Если вы работаете официально, то каждый месяц платите по 13% от своей зарплаты в виде налогов бюджет. Государство может вернуть вам эти деньги, если вы купили жилье, заплатили за лечение или образование, свое или членов семьи. В течение года работодатель, налоговый агент удерживает 13% из дохода гражданина. А по окончании года данные средства, которые у него были удержаны налоговым агентом, налоговая инспекция, возвращает их на расчетный счет. Вернуть деньги можно за три предыдущего года. Вы можете одновременно заявить вычет по разным видам социальных расходов на обучение, лечение, добровольное страхование жизни. Суммарно можно вернуть до 120 тысяч рублей. В качестве имущественного налога – до 3 миллионов рублей в год. В налоговом периоде не всегда удается использовать имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья. Поэтому остаток имущественного вычета переносится на следующие налоговые периоды. После того, как физическое лицо использует имущественный вычет полностью, повторное предоставление вычета не допускается. Чтобы оформить налоговый вычет, необходимо подать документы, которые подтверждают ваше право на него. Перечень того, что нужно собрать в каждом отдельном случае, можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы России. Подать заявление и получить вычет можно в налоговой службе или у работодателя. Работодатель предоставляет вычет, начиная с месяца, в котором обращается физическое лицо с документами. То есть работодатель не будет удерживать налог на доходы физических лиц каждый месяц. У работодателя налогоплательщик будет получать вычет постепенно с каждой зарплатой. В инспекции перечислят всю сумму сразу. Сотрудники налоговой службы за три месяца проведут камеральную проверку. После, в течение месяца, деньги зачислят на счет, который указан в заявлении.